приветствую вас дорогие рукодельницы проведем эксперимент как спрятать кончики легко и быстро здесь я сомитировала конец матка вязала от одного клубка подсоединила 2 и продолжила вязание здесь у нас вместе соединения образовалась дырочка соединим концы следующим образом делаем узелок не тугой чтобы с лицевой стороны узор не стягивался берем вот такой клей момент макси и нам надо капнуть небольшую капельку прямо в этот узелок маленькую маленькую потому что если переборщим то здесь образуется просто жесткий комочек вот такую малышечку капаем в узелок завязываю его чтобы клей попал в середину вот нашего узелка затянули с лицевой стороны проверили все хорошо и кончики отрезаем прямо под корень их можно конечно увести иглой вдоль задних стенок петель по изнаночной стороне но мы попробуем провести эксперимент вот так отрезаем концы прям под корень и отправляем наш образец на вту после того как он постирается высохнет попробуем растянуть наше полотно во все стороны и посмотрим будет ли клей держать наши кончики у меня был еще один образец связанный платочной вязкой я тоже таким же образом спрятала здесь концы это лицевая сторона но с изнаночной я переборщила с клеем и получился узелочек толстый жесткий но я тоже его постираю посмотрим что с ним будет этот способ особенно хорош для скользкой пряжи например для шелка когда спрятанные концы нитей постоянно норовят вылезти и так отправляю наши образцы на вту и вот они у меня высохли давайте проверим что с ними стало будет ли клей держать ниточки я тяну во все стороны изо всех сил узелок не развязывается но здесь узелок такой выпуклый потому что клея я сюда капнула больше чем нужно и он стал такой жесткий здесь посмотрим это лицевая сторона вот здесь наш узелочек тянем во все стороны пытаемся разорвать все хорошо держится эксперимент удачен я считаю но все равно такие соединения нити старайтесь делать не посередине изделия а где-нибудь сбоку или лучше спрятать эти узелочки в шов такой способ особенно хорош когда на изделие остается много кончиков например из-за смены цветов когда мы вышиваем петля в петлю или когда в матке то и дело встречаются ненужные узелки в общем пользоваться этим способом можно главное с клеем не перебарщивайте достаточно малюсенькой капельки спасибо вам за внимание еще раз покажу вам этот клей момент макси подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео будем вязать вместе